Вочный этап конкурса из 103 присланных работ отобрали 15 лучших. Участники конкурса представляют учебные заведения Москвы, Волгограда, Калининграда, Южкоролы, Горно-Алтайска, Бурятия, Красноярского края и города Сочи. Оценивала ребят самая представительная жюри. В его числе не только преподаватели СГУ, но и представители туриндустрии и органов власти. Безусловно, это очень важно, опять же, для того, чтобы ребята видели, к чему надо стремиться, увеличили свой потенциал. Очень важно в туризме знакомство и первый опыт творческого, профессионального общения наши ребята получат. То, что тема привлечения туристов и не только в курортные города сегодня достаточно важна, отмечает депутат ЗСК, член комитета по курортам и туризму. Виктор Тепляков предлагает будущим специалистам воспользоваться ситуацией с санкциями и разработать креативные пути развития туриндустрии по всей Российской Федерации. То, что на сегодня в Сочи является центром притяжения туризма, это факт. Ну и, конечно, мы живем с вами сейчас в эру постолимпийского наследия. Это как раз, где такие конференции попадают в саму точку. Потому что, во-первых, ребята с разных уголков нашей огромной страны приезжают именно в Сочи, презентуют свои достаточно интересные работы, побеждают, выигрывают и с отличными впечатлениями уезжают себе домой. Естественно, это тоже самое сарафанное радио, которое тоже в том числе притягивает туристов в наш город. Как привлечь туриста в условиях конкуренции, как обеспечить достойный сервис и организовать доступный отдых? Все эти вопросы ребята поднимали в своих презентациях. Отметили члены жюри каждого дипломами трех степеней. Особое же внимание уделили проекту четверокурсника из Пензы. Благодаря своей работе на тему военного туризма Артем стал победителем конкурса. Увлечение детства решил связать с будущей специальностью. Безусловно, это актуально, потому что это позволяет решать не только вопросы внутри туристского рынка, но и государство в целом, поскольку это позволяет воспитывать патриотизм и любовь к родине нашей страны. Первое место в своей номинации заняли и сочинские студентки, презентовав разработанный комплект пособий по аудированию на английском языке. Работу представили в виде экскурсии по центру Сочи. Туризм стремительно развивается, отмечают и сами будущие специалисты. Появляются новые направления, к примеру, гастрономические или образовательные туры. Перспективы ребята видят большие, отмечают, работать есть над чем. Поэтому сейчас считают важным набираться опыта, в том числе и на подобных конкурсах.